В 2022 году ввели в работу последний гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлектростанции России Усть-Средниканской ГЭС С 2014 года на 7 гидроэлектростанциях единой энергетической системы России мощностью более 10 мегаватт в промышленную эксплуатацию были введены 19 новых гидроагрегатов Еще два гидроагрегата Усть-Средниканской ГЭС были введены в эксплуатацию в технологически изолированной энергосистеме Мощность новых ГА, введенных на ГЭС, входящих в единую энергетическую систему, превысила 1,8 гигаватта А мощность введенных в технологически изолированной энергосистеме составила 285 мегаватт С 2014 года на 19 гидроэлектростанциях единой энергетической системы России мощностью более 10 мегаватт в эксплуатацию были введены 110 модернизированных гидроагрегатов Это полностью новые или реконструированные гидроагрегаты, обновившие либо гидрогенератор, либо турбину, либо рабочее колесо Кроме того, 9 гидроагрегатов были введены на двух ГЭС в технологически изолированных энергосистемах Мощность модернизированных гидроагрегатов ГЭС ЕС России составила более 15 гигаватт А мощность введенных в технологически изолированных энергосистемах – почти 0,8 гигаватт География введенных в 2022 году ГЭА простирается от Саратовской области, где было заменено рабочее колесо на 18-м по счету обновленном гидроагрегате И до Магаданской – там РУСГИДРО ввело в эксплуатацию четвертый гидроагрегат на усть Средниканской ГЭС С 2014 года мощность гидроэлектростанций, входящих в единую энергетическую систему России, выросла более чем на 2 гигаватта – до 50,1 А доля мощности ГЭС в установленной мощности электростанций ЕС России остается практически неизменной – около 20% Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии Выработка электроэнергии на гидроэлектростанциях ЕС России к 2021 году выросла более чем на 40 млрд кВт-часов Снижение выработки в 2022 году связано с маловодностью сибирских рек Доля ГЭС в выработке электроэнергии электростанциями ЕС России выросла с 16,3% до более 17% В 2022 году коэффициент использования установленной мощности гидроэлектростанций ЕС России в связи с маловодностью составил около 45% Теперь подведем итоги За 9 лет в промышленную эксплуатацию было введено 19 новых гидроагрегатов на ГЭС, входящих в ЕС России Общей мощностью более 1,8 ГВт Из 110 модернизированных гидроагрегатов ГЭС ЕС мощностью 15,1 ГВт 54 из них после проведения перемаркировки увеличили мощность суммарно на полгигаватта В 2022 году ГЭС ЕС выработали около 196 млрд кВт-часов А их киум составил 45% Доля новых и модернизированных гидроагрегатов, введенных с 2014 года, составила 26% от общего количества гидроагрегатов ГЭС ЕС А доля от общей мощности почти 34% Большинство введенных гидроагрегатов имеют мощность более 50 мегаватт и только 15 менее 50 В России действуют две программы модернизации ГЭС Новая энергия компании Евросип Энерго, по которой с 2014 года было модернизировано 19 ГА И программа комплексной модернизации РУСГИДРО, по ней был модернизирован 81 ГА То есть по этим двум программам были модернизированы более 90% всех гидроагрегатов На сегодняшний день в России ведется активное строительство 5 ГЭС и ГАЭС, мощностью более 10 мегаватт каждая По одной в Чечне, Карелии и Кабардино-Балкарии, а также две в Карачаево-Черкесии, включая Кубанскую ГАЭС, где началось строительство нового здания Посмотрим на расположение и мощность 28 гидроэлектростанций, на которых с 2014 года были введены новые или модернизированные гидроагрегаты Наибольшее количество крупных ГЭС находится в Мурманской области, 16 электростанций Самая большая суммарная установленная мощность ГЭС в Красноярском крае, более 10 гигаватт Самая мощная ГЭС Саяна-Шушенская в Хакасии, ее мощность 6,4 гигаватта Самая мощная ГЭС Загорская в Московской области, ее мощность 1,2 гигаватта На этом все, ставьте лайки и пишите в комментариях, какие ГЭС нужно строить больше, крупные или малые, мощностью до 25 мегаватт Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok